Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео с вами я, Пашки Ивач Анна. И сегодня мы обсуждаем такую тему, чем поддержать наши томаты во время цветения и плодообразования. Какие препараты необходимо внести по листу для того, чтобы урожай был больше и лучше. Наверняка более опытные овощеводы скажут о том, что они обязательно во время цветения подкармливают свои растения борсодержащими препаратами. Бор – это элемент, который сравнительно недавно, в 50-х годах прошлого века, был найден в растениях. Его содержание незначительное – порядка 1 мг на 1 кг вегетативной массы. И больше всего бора было обнаружено в цветках, в рыльцах и в столбиках. Бор – тот элемент, который увеличивает скорость прорастания пыльцы, увеличивает рост пыльцевых трубок, способствует образованию большего количества цветков, формированию большего количества плодов и также их хорошему дружному возреванию. И растения, которые не испытывали дефицита бора во время плодообразования, сформируют урожай высокого вкусового качества. В качестве наиболее распространенных препаратов, которые содержат бор, это Макбор. Содержание бора в нем составляет порядка 1,3-1,4%. Также в качестве препарата, который содержит приблизительно такое же количество бора, как и Макбор, называется препарат Борогум-М. Мы сейчас не рекламируем препараты, а называем те, которые мы используем и которые действительно работают. Если мы будем использовать Макбор в виде порошка, то тогда нам необходимо внести 10-15 г данного препарата на 10 литров воды и затем ввести обработку по листу. Если мы будем использовать жидкий Борогум, который помимо бора содержит ряд других активных компонентов, то там достаточно 3 чайных ложек на 1 литр воды и также будем ввести обработку по листу. Также следует упомянуть о таком веществе, которое называется борная кислота. Содержание бора в данном соединении будет порядка 17%. И в зависимости от того, какую вы борную кислоту возьмете, либо в виде белого кристаллического порошка, либо в виде жидкости, также необходимо будет приготовить рабочий раствор и ввести обработку по листу. Средняя концентрация это 5 мл или 5 г на 10 л воды и ведем обработку наших растений. Как правило, растения, высаженные в открытый грунт, еще не испытывают дефицита бора, если такой имелся в почве, до формирования третьей цветочной кисти. То есть на первую, вторую цветочную кисть еще бора хватает. Но по мере роста и развития растения, по мере формирования третьей, четвертой цветочной кисти уже следует вносить бор, содержащие препараты, на наши растения. У бора, как у элемента питания растений, есть одна особенность. Он не транспортируется по тканям. Условно говоря, если мы обработаем средний ярус листовых поверхностей томата, то где бор впитается, там бор и будет работать. Соответственно, по мере того, как ваше растение будет формировать третью и четвертую, пятую и шестую и так далее цветочной кисти, необходимо вести обработку бор, содержащими препаратами по листу. Особенно следует обратить внимание на бор тем овощеводам, которые весной раскисляли почву, поскольку более щелочная реакция закрепляет бор в почве, препятствует его поступлению в растения, и они начинают испытывать дефицит бора. И что самое важное, когда у растений, особенно растения томата, также растения перца, когда им не хватает бора, то они перестают усваивать кальций. А как мы знаем, отсутствие кальция в растениях, это вершинная гниль. Поэтому листовые подкормки бором также важны для предупреждения развития в будущем вершинной гнили на томатах. И когда вы будете осматривать свои растения, когда вы будете обращать внимание на формирование цветочных кистей, то сильно не пугайтесь, когда замесите цветки нетипичной формы и размера. Эти цветки более широкие, складывается впечатление, что на месте этого одного цветка должно было быть два стандартных небольших цветка. Результат образования таких нетипичных цветков это ответ растения на стресс, а конкретно на низкую температуру, которая стояла у нас в начале вегетационного периода. Надеюсь, вы подберете для своих томатов хороший борсодержащий препарат, обработаете листву минимум 2-3 раза за сезон и обязательно добьетесь отличных урожаев. Оставайтесь на канале про цветок, не забывайте про подписки и лайки. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok